В Петропавловске стартовал третий областной этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. Их на выбор 15 – гуманитарного и математического направлений. Свои знания проверяют 420 учащихся школ. Ученица Смирновской школы гимназии Арина Науменко отвечает на вопросы по основам права. К этой олимпиаде мы готовимся с начала года. Я пошла районный этап в своем селе и перешла на областной уровень. По основам права я участвую не первый год. Мне ближе как-то этот предмет – изучать право, изучать законы. Я занимала в 10-м классе второе место в области и по району, получается, первое место занимала. На республику не приходила. Учащийся областной специализированной гимназии-интерната для одаренных детей имени Абудус Мухамбетова Ельдар Жумабек с 7-го класса интересуется историей Казахстана. Не раз принимал участие в подобных олимпиадах. Я принимаю участие в олимпиадах по истории Казахстана, поскольку считаю этот предмет очень интересным и познавательным. Я люблю свою родину. Для меня долг – знать историю своей страны. В истории становления Казахстана было очень много событий, и мне интересно знать их причины и цели. Я в прошлом году принимал участие в олимпиаде. В областном этапе я взял первое место, а на республиканском этапе получил третье место. Олимпиада проходит ежегодно. По словам организаторов, цель интеллектуальных соревнований – развитие творческих способностей, углубление теоретических знаний и повышение престижа образования. Олимпиада проводится в два тура. Два тура проводятся 4 и 5. 6 января предусматривается день апелляции. Апелляция может проводиться в двух форматах. Первая – это в режиме онлайн и в режиме офлайн, то есть непосредственно. Жюри, представители являются все профессорско-преподавательский состав нашего регионального Северокостанского университета имени Монаша Казыбаева. Также хотелось бы отметить, что экспериментальный тур, второй тур по предметам химия и физика также пройдет для наших школьников на базе нашего университета. Для того, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия, организовано дежурство представителей ювенальной полиции, медицинских работников. Для соблюдения академической честности и прозрачности на местах работают методисты и сотрудники Республиканского общественного объединения «Адельдекжолы». По итогам областного этапа победители представят наш регион на республиканском уровне. Камила Карим, Вадим Ударисов, МТРК